Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошел Совет ректоров вузов Республики Татарстан, что объединяет Казанский университет и Парижский институт науки и техники. Студенты-медики из российских вузов приняли участие в Олимпиаде в КФУ. 19 апреля в зале попечительского совета Казанского федерального университета прошло заседание Совета ректоров Республики Татарстан. О том, какие темы на нем обсуждались, наш следующий сюжет. Председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, начал заседание Совета ректоров с поздравления Альфинур Галлег-Беровой с вступлением в должность нового ректора Набережной Челнинского государственного педагогического университета. У нас совсем недавно состоялись выборы. Альфинур Азатова была избрана ректором Набережной Челнинского педагогического университета. Но и самое главное, у нее еще вчера было день рождения. Поэтому, если позволю, то Александр Ахминский хотелось бы пригласить сюда. Всего доброго. Кроме того, ректор поблагодарил коллег, принимавших участие в визите в Уфу в рамках Дней Республики Татарстан в Башкортостане. Главными же темами заседания стали безопасность студентов, борьба с коррупцией и приемная кампания вузов в 2019 году. В заседании Совета ректоров приняли участие руководители аппарата президента Республики Татарстан Азгад Сафаров, министр образования и науки Рафиз Бурганов и министр по делам молодежи Дамир Фаттахов. Камиль Гимаздинов, Александр Юдин, Универ Ньюз. В Казанский федеральный университет прибыла делегация из Парижского института науки и техники. О целях визита расскажем вам в следующем сюжете. Казанский федеральный университет посетила делегация Парижского института науки и техники «Паритек». Для гостей прошла экскурсия по музею истории КФУ. «Паритек» является одним из объединений высших учебных заведений Франции, которые включают 12 высших инженерных и коммерческих школ Парижа и пригородов. КФУ взаимодействует с 11 вузами Франции в рамках реализации партнерских соглашений и участия в совместных научно-образовательных проектах. В основном сотрудничество ведется в рамках приоритетных направлений развития КФУ, биомедицины, перспективные материалы и гуманитарной науки. В Голубом зале КФУ прошла встреча с руководством университета. Планируется, что между вузами будет проходить обмен студентами. Обучение составит по три семестра в каждом университете. Речь идет о студентах технических направлений – это физика, математика, оптика, экономика и экология. В рамках визита гости также посетят Институт экологии, природопользования, химический институт имени Бутлерова, Институт физики, КФУ и другие. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В КФУ была организована Олимпиада для будущих врачей. Участие в ней приняли студенты из разных вузов России. Что ожидало их на соревновании, расскажем прямо сейчас. В Казанском федеральном университете открылась Олимпиада по диагностике для студентов медицинских специальностей российских вузов. На открытии с приветственным словом выступил преректор по биомедицинской деятельности, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов. Всего в Олимпиаде приняло участие семь команд. Они представляли медицинские вузы или медицинские институты университетов. После открытия прошло представление команд с видеороликом-визиткой. А после теоретический этап, в котором в форме теста студенты отвечали на вопросы, связанные с медицинскими науками. В рамках второго дня Олимпиады организован практический этап. На нем студенты должны показать свои профессиональные навыки. На практической части несколько станций. Там есть и инструментальная диагностика, и патологоанатомическая диагностика, и функциональная, и УЗИ. В общем, мы охватили довольно-таки широкий спектр клинических случаев. И я думаю, получится очень интересно. Олимпиада организована студентами КФУ. Ими же придуманы вопросы и задания. Артем Тупичкин, Олег Апачаев, Тимур Табаров, Универньюз. В университетской клинике КФУ начали применять инновационную методику в хирургическом лечении. Подробнее расскажет Алсу Саттарова. 9 апреля в университетской клинике КФУ состоялся мастер-класс «Трансуритральные инуклеации предстательной железы». Трансляция из операционной осуществлялась в конференц-зал, который располагался в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. В рамках сегодняшнего мастер-класса хирургия получит возможность посмотреть технические возможности применения лазерных технологий, электрохирургической операции, биполярной нуклеации. В рамках мастер-класса были проведены две показательные операции, которые выполнялись под щадящим наркозом, поэтому оба пациента находились в сознании. Первая будет с использованием тулевого волоконного лазера отечественного производства, Уралаз-У1. И вторая операция будет выполняться также эндоскопически, с использованием электрохирургического инструментария. Еще буквально лет 10 назад основная масса подобных операций проводилась открытым способом, но на сегодняшний день данные технологии позволяют выполнять операции эндоскопически. Самое основное, что вот эти технологии, они позволяют избавить пациента от заболевания, соответственно, при аденоме любых размеров. У пациентов удалили все четыре паращитовидные железы. Они чувствуют себя хорошо и уже выписаны для амбулаторного долечивания по месту жительства. Алсус Атарова, Виолетта Басова, Универньюс. С 14 по 16 июня в Казани будет проходить новый фестиваль идей и технологий руками. Он продемонстрирует проекты технологических энтузиастов. Посетители фестиваля смогут создать и запустить свою собственную ракету из пусковой установки, управлять роботами, разработать свой продукт и протестировать его в соревнованиях друг с другом. Подробности далее. При поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан в Казани состоится новый фестиваль идей и технологий «Руками». Это некоммерческий проект кружкового движения национально-технологической инициативы, направленный на развитие технического творчества, привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к мейкерству и создание собственных проектов в кружках. В январе 2019 года проходил конкурс по отбору субъектов Российской Федерации на проведение фестиваля технического творчества. И Татарстан был один из тех, кто заявился. Нас поддержали, было свыше 50 заявок со всех субъектов Российской Федерации. Вот 10 городов отобрано. В июне планируется проведение фестиваля технического творчества «Руками». Такое название дано, что все ребята понимают, когда они приходят в лабораторию, в классы по технологии или в центре творчества, в кружки, они именно руками мастерят, создают различные модели. Фестиваль «Руками» служит отличной площадкой представления разработок и проектов кружковцев. Фестиваль мейкерский. Мейкеры, мастера, мастеровитые ребята, самодельщики. Мы пытаемся наклонить этот фестиваль в сторону творческую, то есть уйти в чистом виде от мейкерства к создателям техники, технологий. Проект включает в себя проведение серии из 10 региональных мейкерских мероприятий в 2019 году, демонстрирующих проекты технологических энтузиастов, лучшие из которых представят свои изобретения в Москве на Международном фестивале идеи технологии «Руками», который состоится 24 и 25 августа. Сейчас я работаю над воплощением в жизнь костюма железного человека. Можно посмотреть здесь вот это прототипы экзоскелета, такая штука, которая надевается на живого человека и дает ему всякие суперспособности. Если простым человеческим языком говорить, то в основе всей этой технологии лежит расщепление воды на водород и кислород. То есть вся энергетическая составляющая – это использование воды в качестве топлива. Переторг к комитетам сейчас стоит по-настоящему амбициозная задача – сформировать сообщество технологических энтузиастов и состоявшихся мейкеров, профессионалов и любителей. Наши коллеги из КНИТУКАИ, из КАХТИ, из КФУ, из разных университетов, разные-разные форматы предлагают. Будем создавать такую объединенную площадку. Ждем всех и жителей Казани, и близлежащих районов со всей республики на этот праздник технического творчества «Руками». Также в рамках проекта проводится образовательно-нетворкинговая программа для управляющих команд «Кружков», которая позволит им не только привлекать новую аудиторию, но и удерживать ее, формируя устойчивое сообщество. Такие фестивали, как «Руками», которые сейчас будут проводиться в Казани в июне месяце, конечно, очень помогают ребятам с тем, чтобы познакомиться с новыми направлениями, увидеть их вживую, на одной площадке, в одно время, прийти вместе с родителями, конечно, родителям увидеть то, как ребенок может в будущем развиться в технологической сфере. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин